Добрый вечер, в эфире программа «Редколлегия» и сегодня за этим круглым столом я Максим Курников, Денис Минаков, главный редактор журнала «ФЭП». Спасибо за уточнение. Да, и редактор телеканала «Орин ТВ» Евгения Морозова. Здравствуйте. Ну что, я традиционно спрошу, что у вас обсуждалось на неделе в редакциях. Я понимаю, что у Дениса другой совершенно темп работы, он не неделями, а месяцами меряет, поэтому вопрос в первую очередь к Жене. Ну, сегодня у нас обсуждали, безусловно, побег заключенного из Следственного комитета, Игорь Пьянов. Его уже осудили за махинации с землей, привезли в Следственный комитет, чтобы он дал показания по другим делам, и он оттуда убежал вчера. Он вышел покурить, с ним вышла какая-то женщина, и Аман Колов номер два его ищут. Женщина убежала с ним? Женщины нет, наверное. Пока еще нет. Точно не знаю, ребята наши пока выясняют информацию. Слушайте, ну я, честно говоря, для меня это вот новость. Да, представляешь, да, удивительно, но факт. А когда это стало известно? Сегодня стало известно, там, из каких-то источников, много версий, якобы, что он не бежал, хотя мог убежать, потому что там что-то кому-то должен в определенных кругах, крупные очень суммы. Вот, ну, убежал. Сегодня это будет наориентироваться подробно, да. От долгов не бегают на самом деле. Ну, ты знаешь, как подробно, как подробно. Лишнюю статью себе тоже зарабатывают. Как Следственный комитет-то говорит? Как Следственный комитет реагирует на это? Следственный комитет комментировал, вот уже в конце дня. Не знаю, собирались комментировать ФСБ и ОМВД. Насколько удалось получить комментарии, я знаю, девочка наша сегодня, вот Ирина Кривобокова, весь день прозванивала. Ну, вы знаете, как такие вещи комментируют. А, если у тебя перед новостями создаешь, смотрите наши новости. Я не знаю. Она то ли приехала, возможно, она серьезно еще даже не приехала. Вполне вероятно, она ездила уже вечером в Следственный комитет. Ну, честно говоря, да, в такие моменты, мы все, скажем, очень тяжело дозвониться до всех присутствующих. Скажем, что мы его просто отпустили пока. Нет, вышел покурить уже сказали по телефону и прислали, да, что он вышел покурить и убежал. Конечно же, обсуждали звонок Бергу, звонок другу. Ну, и обсуждали, у нас тема такая была еще нигде ее не было. Мы освещали суд над молодым человеком, которому участковый прострелил обе ноги. Мы обязательно обо всех этих темах поговорим. Но раз уж ты начала так подробно рассказывать про побег, причем побег уже осужденного человека. Да, то есть его привезли, давайте показания. Это очень важно, какие-то следственные действия по его делу. И вот по-другому какому-то делу привезли давать показания. А кто это такой? Вы ведь наверняка уже узнавали. Мы узнавали, но подробно, конечно, я тоже не могу. Осужден за махинации с землей. То есть Игорь Пьянов с госрегистраторами продавал землю, оформлял большие участия. Это ведь была довольно громкая история, да? А какой у него срок был, если вы так говорите? Ой, я не помню. То есть был ли смысл бежать? То есть ты хочешь как в этом фильме, дайте сейчас посчитать так. Да, да, да. За побег накинул. На самом деле, может быть, у него там срок год-то условный. Нет, у него был. Мне кажется, там такие крупные суммы звучали. Сейчас пятерку за побег, как называется. А поймают ли? Тут, знаете ли, нет? Мне подсказывают наушник 8 лет. Вот. 8 лет. Было. Ну, наверное, все-таки... Слушайте, ну не амонкуловские все равно проделки. Все-таки земля – это не жизнь, да? Там человек или не похищение. Ну да. Но опять же убежал. Убежал. Ну, слушайте, тогда, конечно, понесли наказание сотрудники ОВД, которые должны были его закрыть. Вот у нас, кстати, сейчас в редакции говорили о том, что самое печальное, что, наверное, наказание принесет вот эта женщина, которая вышла там... С ним покурить. Посмотреть, да, за ним, пока он курит. Хотя его просто выпустили, потому что были уверены, что он не побежит. То есть у него там... Слушайте, честно говоря, это какой-то новый абсолютно для меня мир открывается. Я-то думал, что, ну, не так свободно себя чувствуют заключенные. Чуть-чуть, находящийся под стражей, да, пошел просто... Может быть, он побежал отдать деньги... Долги? Да, например, как вариант. Ну да. И тогда, то есть... И в бюджеты, наверное, вернуть. И землю обратно переоформить. Может быть, может быть. Ну, посмотрим тут, что называется... Ну, снова, да. Ну, у нас новости есть, опять же, сейчас план перехват, быстренько организуются. Смотрите новости Орин ТВ. Да. Ну, не только Орин ТВ, а вообще, ну, за новостями следите. Но Орин ТВ, конечно, в первую очередь... Ну, я от вас, от первых, узнал, по крайней мере. Ну, это отлично. А еще один материал, который тоже выходил, кстати, на Орин ТВ, на который я обратил внимание, это материал по поводу прямой линии Берга. Я хочу сказать, что если мы возьмем, ну, к примеру, Оренбургскую неделю, вот, которая сейчас здесь лежит, я вам даже напомню, помню, где находится этот материал до губернатора по кратчайшему пути. Так называется. Таким путем является прямая линия. То есть, это геометрический заход. Вот в минувший понедельник исполняющий обязанности губернатора Юрий Берга провел прямую линию с населением. Более 40 обращений за полтора часа прошло по телефонному номеру, более 40. А на 27 из них глава региона ответил лично. Прямая телефонная линия – это хорошо забытая старая, комментирует помощник секретариата. Самым современным и оперативным каналом коммуникации, безусловно, является блог. Но глава региона, значит, просматривал каждый день, решил еще и вот такую форму избрать. Как вы думаете, это напрямую с выборами можно связывать? Или все-таки, ну, действительно, власть у нас открытая, поэтому они новые способы ищут? Ну, ответ на этот вопрос мы наверняка получим буквально после 14 сентября, когда будет понятно… Продолжит или не продолжит. Да, продолжатся подобные формы общения с гражданами. Особенно в случае проигрыша, например. Все равно каждые две недели созваниваются. Ну, это тогда будет просто памятник губернатору ставить за такой героизм. Любая форма общения, я считаю, имеет определенные положительные моменты, пусть даже это предвыборный ход. Тем не менее, я уже говорил, что выборы для наших граждан стали способами решения проблемы. Чем больше выборов проходит, тем больше граждан могут свои проблемы решить. Потому что, когда их нету, то есть достучаться до власти достаточно сложно. Когда выборы есть, власть сама идет навстречу. Граждане спрашивают, что у вас происходит. Кому как? Кому как она идет, знаете ли? Ну, по крайней мере, по крайней мере, проявляет внимание. Редактор новостей в тот день предложил журналисту Александру Жаркову попробовать дозвониться. Изначально мы хотели поехать к людям, которые хотят позвонить по поводу детского сада. Люди отказались звонить, а у нас куча вопросов к правительству области. Например, по тем же дорогам, по сокращению финансирования города Оренбурга. Я говорю, так вот же, давайте позвоним и, собственно, спросим. Вопросов много. По хамскому обращению чиновников, например. Куча вопросов. Давайте. Сели звонить. Ну, когда я через 30 минут зашла, и Саша Жарков сидел и реально весь вспотевший, простите, и уставший, говорит. И у него все эмоции, которые потом были в кадре, они действительно были. Он говорит, что это такое? Час мы так и не смогли дозвониться. Но телефон был все время занят или только не понимал? Он был все время занят. И мне кажется, если это предвыборный шаг, и губернатору нужно знать, о чем беспокоятся люди, какие у них вопросы, ну, сделайте несколько линий. Оператор, да, какие-то. Хотя бы просто записать. Просто записать. Вот это вот это вот. Конструктивно. Вот это вот это вот. Конструктивно. Позвонил, чтобы спросить. Ну, нет. Вот я думаю, что следующая телефонная линия, раз в две недели она планируется, да? Ну, сказали где-то так. Ну, мы попробуем через две недели обязательно позвонить. Я думаю, что с учетом ваших замечаний уже будет организовать. Я уверен просто. Специально для вас. Ответов мы, к сожалению, не будем. Для Оренбурга. И ответить на все наши вопросы. Слушайте, ну, честно говоря, 40 обращений, из них 27 ответил лично. То есть он все-таки не лично ответил. Но нам, я перебью, что 27 сказали, вот изначально, когда Саша дозвонился, да, помощнику губернатора, нам сказали, что 27, это вместе с помощниками он ответил со своими. А потом уже на следующий день появилась информация о 40. Ну, 40 тоже. Ну, что такое 40? Вопросы, даже если их записали перед выборами, да их должно быть тысяча. Нет, ну, в любом случае, они же повторяют. Ну, понятно, но... Путин прямую линию проводит встречу с журналистами. 40, это вот, а не с повторами. Я не думаю, что это объединили в какую-то группу. Ну, да, даже 40 обращений. Не знаю, может быть, потому что мы не дозвонились, поэтому, мне так кажется, что это не совсем была идея такая. Ну, не шаговая доступность и не короткий путь. Вот мне кажется, эффективность подобного рода мероприятия надо оценивать постфактум, когда те люди, которые дозвонились, решились или не решились их проблемы. А вот, кстати, короткий путь. Сегодня прочиталось, что все-таки Берк поехал в Ташлу после пикета. Да, да. Ну, давайте напомним тем, кто, может быть, не знает. Пикет проходил пикет возле здания Дома Советов. Сами пикетчики утверждают, что у них было согласование именно на это место. Но, тем не менее, их полиция сместила к саду, где стоит, как выражается, маленький Ленин. То есть, маленький памятник Ленину. И так уж получилось, что очень как-то курьезно, но, с другой стороны, очень метко выразились как раз эти протестующие из Ташлы. Они сказали, что нас отправили пикетировать драмтеатр. Но к драмтеатру у нас претензий нет. У нас претензий к совершенно другим лицам. Там, кстати, подкованный достаточно. Да? Я с ними не общался. Я по телефону разговаривал, записывал просто, что это будет. И что? Это производит впечатление какой-то специальной спланированной акции против губернатора? Ну, я просто разговаривала с женщиной, организатором по телефону, и вот как раз она говорила, что, вы понимаете, мы все согласовали, мы ничего там не нарушаем. Нас будет немного, там, 10 или 20 человек. Но все равно нас вот отправляют. И буквально вот перед эфиром я прочитала как раз материал, какой-то сайт тоже, по-моему, Ташлинский, что Берг, оказывается, к ним приехал. Да. И в результате он их так и не выслушал. Просто сказал, что вы, ну, якобы... Ну, это по их версии. То есть там по версии губернатора он их выслушал, и они нормально пообщались. А по версии этих людей он с ними, в общем, там как-то... Ну, всегда есть несколько прав, наверное. Да. Да, сегодня у нас в эфире «Эхо Москвы», где я был, ведущим утренним эфиром, был Дмитрий Кулагин. И он как бы сказал, что, ребята, все, что написано вот в этом материале... На Орендее. На Орендее, да, на тему, как вел себя губернатор, это совершенно не соответственно, действительно все было совершенно другое. Я, кстати, считала не Оренде, а Ташлинского по-тресурсу. Нет, ну, на Орендее есть еще материал. Я так понимаю, что это похожие какие-то, да, материалы. Ну, скорее всего, да. И он сказал, что, конечно, это не соответствует действительности, смеялся и говорил, что, ну, понятно, что... Но вот чтобы не возникало таких вещей, неплохо было бы губернатор взять с собой журналист. Например. И чтобы мы сняли все... Вот опять же, мне нравится Женин подход. Она на каждое такое спорное решение находит то, как это спорное решение можно было бы разрешить. Но, насколько я понимаю, что в данном конкретном случае встреча была достаточно спонтанная. Он был с рабочим визитом. А журналисты такие люди очень спонтанные. Там предупредили за день. За день предупредили. Ну, тем более. Ну, по крайней мере, как сказал Кулагин, что Берг был с визитом и добровольно согласился встретиться с этими людьми. Сам решил, да. Давайте мы сейчас прервемся на рекламу и сразу после рекламы продолжим обсуждать темы этой недели. Продолжаем программу «Редколлегия». И мы, в общем, обсудили, мне кажется, да, то, что касается прямой линии, вот этой встречи с пикетчиками, которая произошла в Ташле. Давайте теперь поговорим о теме, которую тоже, я честно скажу, не слышал у других СМИ. А вот Женя сказала про молодого человека, который судился с участковым или с кем? С полицейским. Он подсудимый. Он ни с кем не судился. Ну, давай, давай, расскажи эту историю. К нам пришел молодой человек, Максим Юрченко, и сказал, что, вы знаете, в 12-м, в октябре 12-го года мне участковый пристрелил обе ноги, я сейчас подсудимый, меня обвиняют в грабеже, нанесении побоев там двум мужчинам и в том числе участковому. Ну, странная история показалась, поехали, отсняли, собственно, получилось, что там он пиво пил с двумя, вышел, заплатил за их пиво в магазине, они оказались сотрудниками УФСИН. Говорит, раз заплатил ты за наше пиво, заплатил за такси, а он парень невысокий, но всегда занимался спортом. Двинул одному, двинул второму, там, уж не знаю... То есть подрались они, по каким-то причинам подрались. Да, тут, пока это все происходит, слышатся выстрелы через дорогу, стреляют участковые, как утверждает этот Максим, там, и свидетель, что он не говорил, что он не полиция, на личной машине, в гражданской одежде, но с боевым оружием. Бежит за ним, это видно, есть камера наблюдения, которую случайно успел Максим забрать с дома, что он за ним бежит и стреляет в спину на поражение. В итоге у парня третья степень инвалидности, и пока он лежит в реанимации, к нему приходит и говорит, а у тебя уголовное дело, и не нанесение легких телесных, а грабеж, потому что участковый говорит, что он начал стрелять, потому что в час ночи увидел в руке тысячу рублей. Но там тысячи рублей, понятно, скорее всего, не было, и нет материалов дела нигде. Ну и мы как бы занялись, судья начал тоже сомневаться. Судья, конечно, очень поразил, погорел в промышленный район, он поехал на место преступления, как раз на ноябрьскую ночью, заставлял там этого потерпевшего, участковый потерпевший. То есть судья вел судебное следствие? Он вел судебное следствие и выполнял работу за следователей, потому что он берет, адвокат находит два акта медосвидетельствования участкового в день. Это очень редкий случай, на самом деле, когда судья ведет судебное следствие, именно открывает судебное следствие, я с таким случаем столкнулся, как раз тоже в Чечне. Причем он долго отклонял ходатайство, которое заявлял адвокат, а потом вот как-то видно его что-то, ну, потому что правда ситуация странная. Даже если человек украл эту тысячу рублей, ну он что, он террорист, он взрывает детей или что, чтобы открыть огонь на поражение участковому, который явно умеет стрелять, жилой район. Ну, то есть, ну и вот он, да, он ездил ночью, потом он заказывал экспертизы независимой, оказалось, побоев у участкового не было, и почему-то следователь Следственного комитета берет экспертизу, где побои были через пять дней после происшествия. Но результат, собственно, пока можно говорить, что он удачный, и это только благодаря судье, мне кажется, 8 тысяч Максиму штрафу за нанесение легких телесных повреждений и повлекшее лиц здоровья. А будут ли осуждены те полицейские, которые прострелили? Понимаешь, вот я, допустим, да, я буду писать запрос, в МВД была ли проверка, был ли это рейд, как они утверждают, и почему у него в час ночи оказался у участкового, уполномоченного пистолет, да, в Следственный комитет. Потому что ни одного заявления у Максима не приняли по применению оружия, да, боевого, ни одного. Прокуратура возвращала, но в итоге подписала обвинительное. У него тяжкие статьи, у него прокурор просил три года лишения общего режима, то есть там его реально могли посадить. Мало того, что он навалит. При всем, в общем, страшных тех словах, которые Женя сейчас произнесла, я хочу сказать, что это во многом хорошая новость, если судья действительно так разбирался в деле. Но пока понимаешь, еще же есть областной суд, и я уверена, потому что участковый, например, приходил к нам, писал кучу заявлений, смените корреспондента. При том, что на протяжении всего следствия, потому что предвзятые отношения, у меня не берут комментарии, он мне, например, на суде кладет мне диктофон, говорит, ты же не будешь, вы же не будете у меня брать комментарии. Я говорю, буду, я не буду вам говорить на камеру. Я говорю, я запишу блокнот, но скажите, что вы не будете у меня брать комментарии. Он написал заявление на нас в Роскомнадзор, что мы разглашаем его данные, что мы организовали форум на сайте, потому что выложили сюжет на сайте, и люди, понятно, обсуждают. То есть, еще нам нужно будет отвечать Роскомнадзору, я думаю, эта история очень еще с большим продолжением. Ну, а в целом, в мотивации этого участкового, что он говорит, то есть, даже если это был условно грабеж, то есть, как он утверждает, какие основания для применения оружия? Потому что человек с простреленной ногой, первый выстрел, он прострелил голень, пытался у него ногой в прыжке выбить пистолет. Поэтому он, опасаясь за свою жизнь... А первый выстрел-то тогда для... А первый, но он хотел предотвратить преступление, видимо. Тысяча рублей, это... Ну, в общем, да, эти истории, вот, они все, каждая сама по себе, но все похожи. Меня поражает, знаю несколько сотрудников милиции, они говорят, стрелять из пистолета, это вот не дай бог, потому что потом не отмажешься, будешь только бумаг писать. Это мы говорим в самом крайнем случае. Женя, по-вашему мнению, почему он себя, в общем, так повел, и почему он себя сейчас так уверенно ведет? Не знаю, я не понимаю, почему он начал стрелять, я так и не поняла. Поговорить с ним не удается, потому что он только говорит, что вот вы, 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 вы там... А он просто участковый? Участковый уполномоченный, да, он, там, по-моему, даже какая-то у него есть подстрочка, что поделал совершенно легкий. Ну, еще раз, но я все-таки еще раз обращу внимание на суд, потому что мы очень часто его ругаем, да, мы очень часто его ругаем в последнее время. Это было поразительно, правда. Ну, вот, нужно отмечать, наверное, и такие моменты. Ну, если у нас больше нет каких-то происшествий на этой неделе, которые мы должны обсудить, я предлагаю вернуться к политике. Возвращаемся? Ну, все, хорошо, возражение поступило, я перехожу к политике. Дело в том, что есть рейтинг деловых персон, которые как раз в последнем, на данный момент... Какая такая политика? Да, причем здесь. Тем не менее, да, деловых персон в журнале ФЭП, который на данный момент последний, да, номер, ну, он скоро выйдет еще новый. И в этом рейтинге есть в том числе люди, которые, казалось бы, должны быть в первую очередь бизнесменами. Но они являются очень видными политиками. Возглавляют этот рейтинг рейт-человека. С третьего по первое место. Куниловский, Зеленцов и Кеданов. Если Зеленцов хотя бы как-то везде демонстрирует, да, заявляет о том, что он от политики теперь далеко, если где-то влияет, то только какими-то там, да, своими там связями, я не знаю, или там старым каким-то накопленным багажом, то Куниловский и Кеданов, они действующие политики. Это очень важно. При этом люди, которые в этом рейтинге оказались на первом и третьем месте, соответственно, никак не участвовали в распределении мест в борьбе за место губернатора. Вот сегодня очередной этап праймерис прошел в Новотроицке. Везде лидирует Юрий Берг. Ну, в общем, в принципе, мы это и подозревали. А это разве не открытие года, Максим? Может быть, и открытие. Но вот я как раз хочу спросить у Дениса. Удивляет его или не удивляет, что, в общем, очень сильные фигуры не стали никак заявлять о своем даже желании участвовать в этой гонке? Ну, Максим, прежде чем обсуждать конкретный персонал, я все-таки скажу, что этот рейтинг составлен исключительно по деловым качествам. То есть мы оценивали этих людей не как политиков, а как бизнесменов, как по способности... Но ты ведь не будешь отрицать, как сейчас сплетаются бизнес и политики. Согласен. Для многих из них политика – это еще один из вариантов решить свои бизнес-проблемы или какие-то бизнес-задачи. Поэтому в данном случае я все-таки воспринимаю их больше как бизнесменов. Хотя в августе ФЭБ будет выпускать рейтинг политиков Оренбургской области. Уверен, что это же... Какое вы время избрали. Ну, да, так совпало. А губернатор будет участвовать или нет? Да, мы считаем, что в данном случае и участие губернатора будет оправданно, поскольку он является одним из политиков. А какой хотя бы один параметр будет оценки? Я, честно говоря, на память не вспомню, хотя система оценки разработана и ФЭБ применяется уже не первый раз. Не первый год, да. Поэтому мы с помощью экспертов эту систему опробили и оплатывали. Я просто помню, что и в рейтинге деловых персон, и в рейтинге политиков обязательно есть влияние на средства массовой информации. На средства массовой информации, несомненно. Влияние на какие-то группы, участие в группах влияния. Есть еще параметры, ну, на память не скажу, поскольку не я лично составляю рейтинги, как бы вот отвечаю за их правильное. Умение собрать команду, лидерские качества. Это я вспоминаю как раз по политикам. Ну, окей. Да, и что касается конкретных персоналей, то и с одним, и со вторым знаком лично, оба утверждают, что не имеют губернаторских амбиций. Так ли это на самом деле или в определенной степени лукавство, и они готовы работать на команду нынешнего губернатора? Пока демонстрируют, что готовы работать. Вряд ли кто-то сможет сейчас сегодня обвинить их в том, что они где-то там пытаются быть в оппозиции. Не хотят они составлять конкуренцию действующему губернатору. Их право. Значит, они считают, что с нынешним губернатором свои бизнесы, в первую очередь задачи, они решают. Те, кто выдвинулся, направились, они имеют амбиции? Ну, давайте я просто скажу, может быть, кто-то не знает. Это ректор ОГПУ госпожа Алешина, это герой России Зеленко и военный комиссар, да, заодно. И Данильчук, лидер одного из профсоюзов в защите человека труда, это называется. У вас же сегодня как раз эфир был, потому что я смотрю, его очень обсуждают. Да, был эфир с Дмитрием Кулагиным, где, в общем, он пытался Денису доказать, что это не просто так, а это действительно важное мероприятие. Хотя, конечно, есть некоторая в нем формальность, потому что, ну, не может Единая Россия выдвинуть кандидата без праймерис. Но, тем не менее, это интересное мероприятие, где люди показывают... Я думаю, лично моя оценка, что формальность этого мероприятия очень высокая. Никто в данном случае не пошел на праймерис против действующего губернатора, отчасти понимая, что шансов нет, отчасти просто, может быть, не желая терять там времени, сил или еще по каким-то причинам. Ну, вполне допускаю, что все трое эти технические кандидаты, что называется, по разнарядке, да? Слушай, они ведь тоже не последние люди. Почему они себя так вот не ценят? Потому что кто-то из них владеет, и какими-то подспудно где-то там в душе лелеет губернаторские амбиции. Ну, кто? Кто? Я не знаю. Мне, конечно, с такой наивностью только по возрасту может... Ну, а вот те, кто выдвинулся на праймерис, они уже идут на выборы губернаторов, и больше никто не может выдвинуться от партии? Или как это все, да? Как объяснил Кулагин, это действительно так. То есть партия только из этих людей может выдвинуться. При этом не обязательно победитель праймерис может быть выдвинут от партии. Нет, конечно, так и не будет. Не будет победитель праймерис. Но, тем не менее, ты иронизируешь, да? Но, тем не менее, скажи... Ну, а как-то можно по-другому это воспринимать? Когда озвучили фамилии, ну, я знаю, да, кто Зеленко, кто Алеша, но вот третью, Данильчук, я не знаю, я даже не слышала этой фамилии. Ну, что это... Да хороший парень. Слово праймерис, мне кажется, 70% даже не знают, что это такое, где это все происходит. Ну, хорошо, дайте внутрипартийное голосование. Давайте так, существует некая формальность, к формальности подошли формально. Вот и все. На самом деле, на мой взгляд, это первое, не стратегическое, но такая серьезная ошибка партии «Единая Россия». Нужно было все-таки показать, что неформальное мероприятие выдвинуть какого-то, пусть технического, но серьезного кандидата... Я просто напомню, что однажды такое было, когда на праймерис господин Коган занял второе место, ну, в общем, выступил очень сильно, и в итоге его подвинули на шестое-седьмое место в списке. Это ведь тоже показатель отношения ко всем этим внутрипартийным процедурам, правда? Максим, мы люди адекватные, понимаем прекрасно, что кто бы сейчас из серьезных людей не выступил на этом праймерис, в любом случае Берг будет победителем. У партии «Единой России» был беспройкошный вариант и лицо сохранить, в данном случае серьезное лицо сохранить, и в то же время решить задачи, которые перед этими праймерисами стояли. Ну, знаете, все равно ощущение складывается просто устойчивое, что всех людей считают дураками, и это жутко неприятно. А в чем? В чем? В том, что так настолько формально проводят эту формальную процедуру, о которой очень громко везде говорят. У нас 30 секунд до конца. На ваш взгляд, выборы, которые нас ждут впереди, будут такими же формальными, как эти праймерисы? На мой взгляд, да. Мне кажется, победитель все-таки предопределен. Я тоже в этом уверена. Как это ни печально, но... То есть будет вестись предвыборная агитация, будут серьезные предвыборные баталии, но результат, в общем-то... Если даже учитывать то, что наш губернатор ИО сейчас не слушает и не слышит людей, он уверен. Вы знаете, я скажу так. Несмотря на то, что во многом согласен с вами, да, все-таки хочу обратиться ко всем нашим телезрителям. Что если все придут, и все проголосуют, да, и все как-то выразят свою позицию... Может выдвинуться? Нет, именно все-таки проголосуют, потому что здесь хоть и усеченное, но возможность есть, да, каких-то разных кандидатов, то подделать, по крайней мере, как-то итоговый результат будет очень сложно. Спасибо всем. До свидания. До свидания.